Глубоко уважаемые коллеги, разрешите вас поприветствовать и поблагодарить устроителей данного мероприятия за возможность предоставить нам свои результаты исследования, основанные на 18-летнем опыте работы клиники Института детской гематологии, онкологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой. Не вызывает сомнений, что трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является эффективным методом лечения детей с неблагоприятным течением острого лимфобластного лейкоза. Однако выполнение самой процедуры сопряжено с большим количеством осложнений, зачастую приводящих к ранней летальности или к поздним отдаленным последствиям, которые значимо ухудшают качество жизни наших выздоровевших пациентов. Несомненно, это накладывает свой негативный отпечаток на представление бумаги гематологов о трансплантации, как о методе, который имеет большое количество осложнений. И это, в свою очередь, также вносит свой вклад на то, что пациенты поступают в трансплантационные центры уже в далеко зашедших стадиях. Связано это, прежде всего, конечно, с использованием, на наш взгляд, интенсивных режимов кондиционирования милоаблативных, зачастую режимов, которые включают в себя тотальное облучение тела. И так исторически сложилось, что трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с острым лимфобластным лейкозом первая была выполнена в 1971 году в мире. Как в качестве подготовительных режимов использовались милоаблативные режимы и зачастую именно с включением тотального облучения тела. Да, они показали свою значимую эффективность в достижении ремиссии и длительной выживаемости. Но также все больше и больше появляется в последнее время сообщений о том, что количество осложнений и отдаленных последствий у пациентов, подвергшихся в свое время трансплантации с милоаблативными режимами, очень большое количество, которые поражают все органы и системы. Прежде всего, это эндокринная система, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система. И это особенно актуально для пациентов детской возрастной группы. Эффективность трансплантации основывается не только на использовании высоких достотостатических препаратов, но и на иммунном эффекте, на эффекте реакции трансплантат против лейкоза, на которые, прежде всего, и делается ставка во время назначения трансплантации как метода для лечения больных с острыми лейкозами. История применения режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью напрямую связана с изучением эффекта трансплантат против лейкоза. Первые сообщения о применении этих режимов были датированы 1997 годом. Различные исследователи показали эффективность и безопасность этих режимов на старшей возрастной группе у пациентов старше 50-55 лет с достаточно хорошей выживаемостью. За 20 лет произошли изменения, естественно, эти режимы стали все больше распространяться на другие возрастные категории и применяться в том числе у пациентов детского возраста. Первое сообщение кооперативного исследования, в которое вошли и наши данные, было опубликовано в 2010 году и представлено широкой общественности. Несмотря на то, что в группу были включены треть пациентов с рецидивами резистентными, общая выживаемость этих пациентов состояла 36%, бессобытийная 30%. В дальнейшем в литературе было не так много сообщений о применении риков у детей при лимфобластном лейкозе именно. А это работа от мексиканских наших коллег и работа японских коллег о том, что рики эффективны, особенно при применении их в первой ремиссии. Кроме того, много как раз сообщений о том, что рики эффективны при гаплатрансплантации и у определенных категориях пациентов, например, у пациентов, у которых развивается острый лейкоз на фоне генетической предрасположенности, синдром Дауна, синдром Немегина и так далее. Таким образом, целью нашего исследования является проанализировать эффективность различных по интенсивности режимов кондиционирования, применяемых при аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у детей с острым лимфобластным лейкозом. В исследование включено 233 пациента в возрасте от 1 до 18 лет, среднего медиана возраста 11 лет, с острым лимфобластным лейкозом группы высокого риска, которые получили трансплантацию в нашей клинике с 2000 по 2017 год включительно. С 2003 года мы стали применять режимы со сниженной интенсивностью дозы. Главным идеологом этого проекта был, конечно же, Борис Владимирович Афанасьев. Клиника у нас смешана, есть и возрастные группы, и, конечно же, в начале режимы со сниженной интенсивностью применялись у взрослых, и уже был достаточно большой опыт, который позволил нам использовать его для пациентов детского возраста. Первый пациент, как раз трансплантация первому пациенту с реком, была выполнена 25 марта 2003 года. Пациент находился в третьей ремиссии условной, и при этом имел большое количество сопутствующей патологии, которая ограничивала применение милоаблативного традиционного режима. Используемым режимом пациенты распределились следующие группы. Группа РИККИ – это 74 пациента, группа МАККИ – это 159 пациентов. Использовались режимы на основе цитостатических препаратов без облучения. Показания для применения режимов со сниженной интенсивностью были следующие. Это прежде всего тяжелый соматический статус, выражаемый в индексе Карновского или Ланского в зависимости от возраста. Тяжелые осложнения, предшествующие цитостатической терапии. И тяжелые инфекции на момент проведения логенной трансплантации. Так, у одной пациентки, у которой тоже в 2003 году был применен этот режим кондиционирования, на момент, когда нужно было выполнять трансплантацию, у нее был инвазивный аспергиллез легкий. Было принято решение применить РИК. Параллельно, конечно, она получила терапию от инвазивного аспергиллеза. В настоящий момент уже прошло 15 лет после этой трансплантации. Пациентка жива ей, в настоящий момент 30 лет. У нее нет отдаленных осложнений, ну и нет самого заболевания. И несколько пациентов, которые вошли в группу с РИКами, это те, у которых в анамнезе, кроме всей предшествующей цитостатической терапии, применяемой при острые лимфобластных ликозах, были аутологичные трансплантации, соответственно, с милоаблативными режимами. При оценке характеристик данных групп, мы видим, что возраст был примерно одинаков в каждой группе. Просто РИКи мы использовали у детей от 3 лет, то есть до 3 лет мы применяли МАКи. В стадии на момент трансплантации тоже прошу обратить ваше внимание, что треть пациентов как раз и относилась в группу с резистентными рецидивами либо первичным резистентным течением. То есть все попытки вывести их в ремиссию были безуспешны. И на эту группу, что в одной, что в другой, 30% пациентов приходилось. По типу донора распределение тоже одинаковое, то есть без определенных каких-то особенностей. И большинство пациентов, то есть больше половины в каждой группе, это неродственные трансплантации. Потому что тактика нашего центра, мы вначале ищем донора в семье, то есть родственного совместимого, потом неродственный донор. И только в случае невозможности найти такого донора, либо по срокам, либо отсутствует донор, мы делаем гаплоидентичную трансплантацию. Источники преимущества использовался костный мозг, но в той и другой группе одинаково. Единственное, достоверные различия в группах были по соматическому состоянию этих пациентов, то есть количество пациентов в группе РИК с тяжелыми сопутствующими патологиями было гораздо выше, чем в группе МА. И результаты. У 92% пациентов мы достигли приживления трансплантата. В данном случае оценивалось по количеству нитрофилов. Первичное неприживление у 19 пациентов отмечалось. Эти пациенты пошли вне ремиссии на трансплантацию. Живые из них 5 человек после повторной трансплантации. На слайде представлена общая бессобытийная выживаемость в обеих группах, то есть тоже не имеют достоверных различий. Не в группе МАК, РИК, то есть все пациенты достоверно имеют одинаковые показатели. При распределении на когорты, то есть по времени выполнения трансплантации на раннюю и позднюю когорту, в ранней когорте до открытия функционирования в полном объеме нашего центра выживаемость в группе МАК была 44%, РИКи – 27%. Но там, обратите внимание, небольшая совсем группа и третья из них вне ремиссии. Но с 2009 года количество трансплантации увеличилось. В группе РИК в 4 раза группа пополнилась за такой же одинаковый срок, то есть 9 лет до 2009 и с 2009 9 лет, то есть одинаковый промежуток временной, количество трансплантаций увеличилось в 4 раза и достоверно лучше стали показывать свою эффективность РИКи. Это связано с тем, что пациенты не только в плохом соматическом статусе стали попадать в эту группу, то есть более сохранные пациенты стали трансплантироваться с применением режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью дозы. И как раз это сыграло наибольшее значение при анализе, какие же из факторов влияют на общую бессобытийную выживаемость. Также, несомненно, влияет и стадия заболевания на момент проведения трансплантации. И трансплантации проведены в первой ремиссии, общую выживаемость имеют в районе 80%, во второй ремиссии 49,56%, в третьей ремиссии 25-34%. Достоверное различие получено только в первой группе, но за счет того, когда мы проанализировали, кто попал в эту группу, это в основном дети с младенческим лейкозом, у которых применялся только МАК, и мы у детей до 3 лет используем МАК без РИКов, имеют такую выживаемость и улучшают в целом группу в первой ремиссии выживаемость. Ну а самая большая группа получилась, это третья-четвертая ремиссия условная, либо рецидив. И при этом вы видите 34% выживаемости. Опять же за счет того, что мы стали кроме родственной и неродственной трансплантации с 2006 года применять гаплоидентичную трансплантацию, и тоже первые трансплантации как раз были использованы у детей с острым лимфобластным лейкозом. И вот распределение в зависимости от донора. Родственные и неродственные трансплантации гаплоидентичные. Большинство трансплантаций – это все-таки неродственные трансплантации. То есть мы ищем и пытаемся найти неродственного донора для всех пациентов, которые обращаются в наш центр. По стадиям на момент трансплантации, конечно же, в группе гаплоидентичных трансплантаций почти половина, не 30%, как в общей группе, а почти половина пациентов вне ремиссии находилось. Чаще мы используем костный мозг, но и здесь различие, влияние режимов кондиционирования на общую выживаемость не было получено. Рики и маки одинаково. В зависимости от возраста, распределили на три группы, это возраст на момент трансплантации. То есть у детей младшего возраста использовались маки и выживаемость 65%, дальше уже использовались и рики и маки с выживаемостью в районе 40-52%. А это возраст на момент постановки. Диагнозы специально сделали отдельно, потому что это один из факторов прогноза, который мы используем при постановке диагноза. То есть дети до года – это всегда неблагоприятный прогноз, при этом выживаемость в данной группе, хотя это не все дети, которые были в первой ремиссии, вы видите внизу в таблице, как они распределились, то есть выживаемость составила 33% при Рики и 65% при Маки. Достоверное различие не получено, потому что Рик использовался у троих детей. И эти дети, которым использовался Рик, они были все старше трех лет. То есть диагноз им был поставлен до года, но им трансплантация до года не проводилась по каким-то причинам. И когда у них уже случился рецидив, они уже к нам приезжали и уже делали в старшей возрастной группе. То есть это возраст на момент диагноза здесь указан. Ну и старшая возрастная группа – это подростки, которые тоже, по мнению педиатров, это для нас уже неблагоприятная группа. Их общая выживаемость нивелируется выполнением трансплантации, то есть такая же, как в группе от года до 10 лет. А это распределение пациентов в зависимости от инициальной группы риска, которую мы выставляем при постановке диагноза. И несмотря на то, что основная группа внимания – это группа высокого риска, здесь у нас было всего 61 человек попал в это исследование. А из группы стандартного риска 103 человека, то есть больше, чем мы предполагали. Достоверные же различия были получены только в группе промежуточного риска, где рики также оказали свое преимущество перед маками. Что касается трансплантационной летальности, она составила в риках и маках от 18 до 20%, а риск развития рецидива остается по-прежнему высокий, но и в той, и в другой группе. То есть, если посмотреть на этот график, то при маках он даже немного выше, просто достоверная разница не получена. Но режимы кондиционирования со сниженной интенсивностью, как ожидалось, не привели к увеличению рецидивов. Хотя основной причиной летальных исходов после трансплантации по-прежнему остаются рецидивы заболевания, и в той, и в другой группе совершенно одинаковы. Поэтому еще раз это проговариваю. Чтобы оценить частоту возникновения рецидива, мы разбили еще на две подгруппы, то есть в зависимости от того, в какую стадию проводилась трансплантация. Трансплантация была проведена в ремиссии заболевания и в ней ремиссии. И в обеих же группах, опять же, нет достоверной разницы по частоте. Частота и при маках, и при рыках одинаковая. Возникает примерно в одни и те же сроки, у ремиссионных больных в среднем через 10 месяцев, у тех, у кого на момент трансплантации, через 4 месяца. Но вот что интересно, это то, что повторное достижение ремиссии, то есть достижение повторной ремиссии, оно достоверно чаще именно в группе после применения режимов со сниженной интенсивностью. На это тоже мы обратили внимание, обращаем ваше, что вселяет надежду, что как раз эти режимы дают возможность потом полностью использовать иммуноадаптивный эффект в нашей последующей посттрансплантационной терапии. Мы проанализировали, конечно же, осложнения. И, как и ожидалось, ранних токсических осложнений достоверно больше было. Острое РТПХ второй-четвертой степени и хроническое в процентном соотношении было примерно одинаково, достоверных различий не получено. А вот ранние инфекционные осложнения, да, они чуть больше встречались с бактериальным и грибковым осложнением после маков, но достоверной разницы не получены. То есть достоверная разница по осложнениям токсическим. Прежде всего, применение различных режимов кондиционирования, различных по интенсивности, они представляют интерес в оценке отдаленных последствий. То, что мы и планировали сделать в течение многих лет наблюдения за этими пациентами. И сейчас набралась достаточно большая группа, 90 пациентов, у которых мы начали работу по оценке отдаленных осложнений. На данный момент проанализировано только два направления, и по двум же мы получили уже убедительные данные. То есть все остальное еще в работе. Что мы готовы представить, это изменение, нарушение роста у пациентов, которое мы контролировали через год, через 5 лет и через 10 лет после проведенных трансплантаций. И достоверно большее отклонение в большую сторону после маков, то есть 2 сигмы, а то и 3 сигмы. И даже вот вы видите в таблице больше трех сигмальных отклонений наблюдалось в группе пациентов после мака в сравнении с пациентами после рика. При этом и темп роста значительно и достоверно менялся именно у пациентов после применения милоаблативных режимов кондиционирования. Он достоверно замедлялся. Также мы оценили функцию щитовидной железы после трансплантации и функцию надпочечников. И в той, и в другой группе такие пациенты встречались, но опять же достоверно чаще после милоаблативных режимов наблюдалась гипофункция щитовидной железы и надпочечниковая недостаточность. Те осложнения, которые потребовали медикаментозной заместительной терапии. Сюда вошли пациенты. Таким образом, в заключение хочу сказать, что у пациентов в обеих группах эффективность, оцениваемая по общей бессобытийной частоте, риску развития рецидива трансплантационной летальности сопоставима, то есть одинаково. А вот количество осложнений, ранних токсических, так и отдаленных, которые уже мы успели оценить, гораздо меньше, то есть достоверно меньше. Поэтому на основании вышесказанного мы считаем возможным и самим продолжать применять такие режимы у данной категории пациентов. Ну, также рекомендовать, если в контексте клинических рекомендаций, рекомендовать их и для того, чтобы они вошли в эти клинические рекомендации. Все, спасибо за внимание. Готова ответить на вопрос. Спасибо, Елена Владимировна. Елена Владимировна Скорбогатова имеет вопрос. Елена Владимировна, после Вашего выступления сразу захотелось всем пациентам с ОЛЛ делать РИК. Вопрос такой. Вы объединили группу более или равно третьей ремиссии и рецидивы. Традиционно считается, что для пациентов с острым лимфобластным лейкозом принципиально статус ремиссии на момент трансплантации и уровень МРД. У Вас вошли пациенты вне ремиссии. Какой результат именно у этих пациентов? И какие критерии отбора на трансплантацию? Потому что политика нашего центра отказывать пациентам, если у них нет статуса ремиссии. Дело в том, что уже Людмила Степановна сказала в преддверии моего доклада, что мы таким пациентам не отказываем. То есть мы не имеем никакого, на наш взгляд, морального права, когда обращаются родители с такой просьбой, обращаются они к Борису Владимировичу. И он как человек, определяющий политику нашего центра, мы таким пациентам не отказываем. Это на последний вопрос я отвечаю. И что касается перераспределения пациентов третьей-четвертой ремиссии в группе рецидивщиков, это сделано не случайно, потому что этих пациентов у нас не так много, именно третий-четвертый ремиссик. Мы вначале анализировали только вне ремиссии и в ремиссию. И результаты получились даже в пользу РИКов больше. То есть было основание показать, просто поделив на две группы, не указывая, какие ремиссионные статусы. По нашему мнению, конечно, третья-четвертая ремиссия зачастую являются условными. Поэтому мы, если успеваем сделать третью-четвертую ремиссию, хорошо, но мы их относим все-таки к группе пациентов, у которых нет ремиссий. Кроме того, я не стала сейчас ссылаться на нашу минимальную остаточную болезнь, которую мы тоже, естественно, мониторируем. И условность этих ремиссий как раз и определяется еще наличие минимально остаточной болезни. Но я говорю, это не было целью данного исследования. Конечно, мы будем и дальше анализировать и представлять наши данные. Но вот пока на этом уровне. Елена Владимировна, большое спасибо за Ваше выступление. Мы только в самом начале пути, мы никогда еще пока не пробовали даже использовать режимы сниженной интенсивности кондиционирования. Но поскольку я вот очень внимательно смотрела за результатами трансплантации в группе детей раннего возраста, я обратила внимание на слайд, где и Вы, собственно, говорили про это, что дети раннего возраста в силу того, что у них лейкоз высокого риска, они получали милооблативные режимы кондиционирования. Но вот то, что я увидела на слайде, кривая Каплан-Майер выглядела как бы выше. То есть вот результат получше, чем там следующие возрастные группы, где использовались режимы редуцированной интенсивности. Вот как Вы это можете пояснить, разъяснить? То есть, если я правильно поняла вопрос, почему в этой группе лучше только с МАКами? Да, да, да. Дело в том, что, я говорю, если бы я представила данные о том, мы проанализировали даже в каждой конкретной группе, почему так происходит. Распределение по соматическому статусу, а все-таки младенцы у нас более или менее сохранны, которые идут на режимы. Поэтому зачастую, чтобы назначить им режимы со сниженной интенсивностью, нет основания. И на одном из слайдов я представила те ситуации, перечень показаний, при которых мы выполняем. Соответственно, их хороший... И другой был слайд о том, что даже при риках хороший соматический статус, он достоверно улучшает общую выживаемость. Но рики детям, у которых хороший соматический статус, это были подростки. То есть мы даже в возрастной группе от года 10 в хорошем состоянии делаем все-таки МАК. Поэтому сопоставить это сложно, и в данном случае это не рандомизировано, его в принципе невозможно сделать рандомизированно в такой ситуации. Объясняет то, что вот в первой ремиссии, ну вот я говорю, у нас там младенцы, они более у нас сохранны получаются. Это искусственная такая выборка. То есть у нас получается, что нет в тяжелом состоянии. Какой наиболее часто используете вы режим РИК? Сочетание каких препаратов? Для РИКов или для МАКов? Значит, у нас всего два тут режима представлено. Это флюдорабин бусульфан и флюдорабин милфан. Ладно, и по слайду, который я представила, мы чаще используем флюдорабин бусульфан. А бусульфан в какой дозе? Бусульфан 8. Бусульфан 8 – это РИК? Конечно. РИК считается при бусульфане больше 9. И милфалан 140 – это РИК? Да, это тоже РИК. А милоаблативный бусульфан? Бусульфан для милоаблативных формально считается больше 9, но мы используем от 12. То есть 12, 14, 16. А можно я… И в том числе внутривенный. Можно я вопрос, Лариса Валентиновна, я уточню? У меня был похожий вопрос. 200 с лишним больных и большой исторический период наблюдения по состоянию на май 2018 года. Что является режимом-победителем? Вот тот режим, который… Или два режима МАК и РИК, которые вы предлагаете пациентам сегодня. Это первый вопрос. И второй вопрос. Все-таки если вот такой ретроспективный анализ, большой группа пациентов вас привел к определенным убеждениям на сегодня. Вот больной лимфобластным ликозом 12 лет, вторая ремиссия МРД, ну скажем, МРД негативная или низкая МРД в идеальном соматическом статусе. Сегодня стандартным для вас будет reduced intensity или милоаблативный? Ну, перечисленных водных данных, конечно, будет МАК. Потому что, вот я говорю, когда была речь о том, что нужно привести к стандартизации, даже внутри каждого центра, все-таки каждый пациент рассматривается у нас на консилиуме отдельно. И каждый пациент анализируется, вот все его вводные, которые нас приводят к тому, что какой режим мы выберем коллегиально. Я не буду на это ссылаться, но нами даже была разработана, не нами, а нашими программистами, которые нам помогают обсчитывать данные, была даже разработана некая модель показаний к определенному режиму. Единственное, конечно, на живых людях эта модель не работает. Даже если мы вводим все вот перечисленные вами факторы, все равно находятся еще факторы, которые нас склонят в одну или другую сторону. Поэтому для гипотетического больного с теми вводными, которые вы сказали, мы выберем МАК. Я просто хотел убедиться, что пока, несмотря на результаты, РИК не является автоматическим выбором для всех. Нет, 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 по-прежнему это… Хорошо, тогда какой МАК и какой РИК для вас лучший режим сегодня? Тоже такой сложный вопрос, опять же, в зависимости от состояния на момент трансплантации. Потому что такой режим, как называемый внутри клиники пекинский протокол, это МАК. И мы его используем у тяжелых, предлеченных больных, даже с плохим соматическим статусом, но у которых настолько быстро прогрессирует, где мы понимаем, что РИК просто не успеет даже сработать, даже освободить место для новых клеток. И мы используем вот этот МАК, а не традиционный, допустим, бусульфан-циклофасфан. И вот я говорю, сказать, что какой мы больше всего любим, каждый раз зависит от ситуации. А при пациентах, у которых все хорошо, мы используем бусульфан-циклофасфан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова